В Краскове прошли публичные слушания по вопросам объединения Люберецкого района в городской округ Люберце. На встрече собрались представители органов власти, депутаты, а также жители. Что будет с городским поселением после проведения административной реформы, разбиралась наш корреспондент. Главная идея объединения территорий заключается в централизации власти. Таким образом, все вопросы окажутся в зоне ответственности одной структуры. Это позволит чиновникам более оперативно реагировать на обращение жителей. А сокращение административного аппарата приведет к высвобождению средств на его содержание. На 357 миллионов рублей по Люберецкому району в целом, на 65 миллионов, в частности, по Краскову. Освободившиеся ресурсы будут переоспределены на решение наиболее важных, востребованных жителями задач. Строительство и модернизация объектов жилищно-коммунального комплекса, социальные сферы, физкультурно-оздоровительных комплексов, благоустройство территорий. Экономический эффект от образования городского округа в первую очередь выгоден жителям. И это при том, что никому не надо будет менять документы. Как и в настоящее время, предоставление государственных и муниципальных услуг будет осуществляться в МФЦ. Все ныне действующие льготные тарифы и надбавки в сельской местности будут сохранены, так как не зависят от статуса муниципального образования. Как поступят с очередниками муниципального жилья? Дело в том, что сейчас у нас есть движение, выделяются квартиры. Что будет после объединения? Очередь, она будет объединена, но по территориям. Поэтому стоял человек в очереди на Красково, либо в Малаховке, либо в Люберцах, он будет жилье получать по месту регистрации. Как отметил Владимир Ружицкий, вопрос объединения территорий давно назрел. Многие полномочия местных администраций уже переданы под юрисдикцию района и области. Это касается образования, медицины, имущественных и земельных отношений, строительства. По сути, 90% всех полномочий, которые были в 2005-2006 году, сегодня подняты на уровень района и области. Таким образом, к сожалению, законодательность в поселениях полномочий не оставил. Сохранение прежних названий населенных пунктов, входящих в состав Красково, тарифы на услуги ЖКХ – это те вопросы, которые задавали красковчане на публичных слушаниях. Все населенные пункты сохраняют свое название. Красково остается, Томилин остается, Коренёво остается, деревня Машково, Марусино, Торбеево – все остается. Будем в Красковом округе. Тарифы будут единые на территории всего округа. По теплу, по воде, по канализованию. И я думаю, что по целому лет спросов они будут ниже, чем сегодня имеются. И еще одна хорошая новость для жителей Люберецкого района. При создании городского округа произойдет оптимизация транспортных пассажирских перевозок. Это значит, что будут сформированы единые тарифы, которые будут действовать в границах нового образования. Публичные слушания в Красково были признаны состоявшимися. Их итоги будут обсуждены на ближайшем заседании местного совета депутатов. Ольга Щевелева, Кирилл Евгеньев, Максим Горсков. Люберецкое районное телевидение.